Учимся делать старты. Старт с тумбы в воду достаточно технически сложный элемент в плавании. И стоит осваивать его с подводящих упражнений. Первое основное подводящее упражнение это вот это. Мы становимся на коленке перед водой, плавно опускаемся стрелочкой вниз. И когда уже чувствуем, что теряем равновесие, выпрямляем ноги. Вы должны под острым углом зайти в воду и проскользить. Сделайте так 10-20 раз. Когда вы почувствуете, что вы уже не плюхаетесь грудью об воду, а входите аккуратно в воду, попробуйте сделать примерно то же самое, но уже стоя. Передняя нога должна быть на краю бортика. Обязательно пальцами ног зацепить за край бортика. Медленно наклоняемся к воде. Заднюю ногу чуть-чуть поднимаем. И в этот самый момент отталкиваемся передней ногой. И скользим. Поделайте это упражнение 5-10-100 раз. Пока вы не будете хотя бы примерно, как эта девочка, заходить в воду. После этого обязательно с тумбу уже делайте вот такие прыжки. Эти прыжки помогут вам почувствовать сам толчок ногами. То есть старайтесь прыгнуть как можно дальше вперед и зайти в воду вертикально солдатиком. Вот примерно таким образом. После этого прыгайте уже с двух ног с достаточно высокого бортика. Если похожий бортик есть в вашем бассейне. После этого попробуйте уже прыгать с тумбы. Тоже с двух ног. Тоже держим руки за головой. Подбородок обязательно должен быть прижат к груди. Когда вы входите в воду, держите подбородок прижатым к груди. Если вы поднимете голову, скорее всего вы грудью ударитесь об воду, просто плюхнетесь. Отработайте эти элементы 10-20-30 раз. Потом уже пробуйте прыгать, делать старт с тумбы с разножки. Передняя нога также цепляется за край тумбы. Двумя руками держимся за тумбу. И делаем мощный, сильный старт. Ну или таким образом.